Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня с вами мы будем рисовать купальник с сеточкой. Для этого я выбрала наш шаблон. Соответственно, специальный шаблон для купальников и нижнего белья. Они отличаются именно тем, что здесь нанесены все линии. Единственное, наверное, такой в чем-то минус. Он достаточно контрастный, поэтому сейчас я его немножко контрастностью беру и на нем можно будет рисовать. Но они хорошо подходят для распечатывания, для цветного рисования. В общем-то, имеют очень широкий спектр применений. Я ссылочку оставляю всегда под видео. Вы можете зайти и посмотреть наши шаблоны. У нас есть и обычный для технического рисунка, и специальный адаптированный для нижнего белья, и детский, и мужский. В общем, достаточно много у нас. Если вам они нужны, можете ими воспользоваться. Берем перышко. Приближаем. Еще раз повторяюсь, не ломайте глаза, приближайте. В Adobe Illustrator все это можно сделать. И сегодня мы с вами будем рисовать купальник. Такой... Ну, я не могу сказать, что супероригинальной формы, но все же. Так... 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 Особенностью этого купальника, наверное, будет наличие сетки. Сетку мы с вами и порисуем. Ничего такого там сверхъестественного нету, но... Почему бы и нет. Здесь я не угадала с выпуклостями. Так некрасиво. Обязательно должны быть хорошие линии, иначе некрасиво. Вот так вот. Это же линия, которая формирует линию груди, и все должно быть там чинно-мерно, благородно. Иначе будет не здорово. Так... Вот она у нас наша линия. И вот так мы ее заканчиваем. Почему заканчиваю здесь? Сейчас все покажу. Вот так. Угу. Хорошо. Наверное, вот эту точку сейчас надо будет немножечко подопустить. Чтобы там у нас и грудь не открылась, да, по полной программе. Ну, вот она так подопустилась немножко. Вот. Здесь я бы хотела как раз сделать тот самый пояс кружевной, о котором я говорю, вот так вот вставочкой. Что будет очень даже мило. На купальнике будет... На том месте, где должна быть открытая часть, будет у нас с вами кружевная вставочка. То есть вроде как тело есть, а вроде как его нет. Так, сейчас мы главное по пропорциям согласовать его, чтобы он красиво смотрелся. То есть это вот лиф. И от лифу уже получается нижняя часть, я хотела ее сделать достаточно закрытой. Купальники имеют прилегающую посадочку. Так что мы вот здесь с вами все это формируем. И вот сюда. Вот. Так, здесь немножечко мы не сформировали. Я бы, наверное, вот так сделала, было бы помягче. И вот когда вот такая вот вроде линия... Ну, все нормально, но вот чего-то там как-то не так. Вот есть инструмент такой сглаживания, и можно эту линию потереть инструментом сглаживания. И оно вот там сейчас как-то будет само сглаживаться. Часто очень хорошо помогает. Но не всегда. Это тоже нужно иметь в виду. Поэтому вот. Так. Не нравится мне вот это место. Не нравится. Если не нравится, значит его нужно переделать. Это принципиально важный момент. Если вы чувствуете, что вас что-то не устраивает в эскизе, желательно это место поправить. Поправьте копию. Создайте копию эскизы. На копии поправьте. Но чтобы это место вас устраивало. Чтобы не было потом вопросов, что там такое, почему не так. Вот потому что вот эта точка тут. Вот поэтому и не так. Вот. Потому что от этой точки я могу вполне себе задать линию. Вот. Вот так. Хорошо. Или даже вот от этой точки. Сейчас посмотрим, от какой точки у нас красивее пойдет линия. Так. Этот изгиб нам не нужен. А вот этот изгиб мы сейчас с вами и посмотрим. Вот. Видите? Между двух точек и дуга. И вот это намного стало лучше. Так. Единственный еще момент, который меня смущает. Настолько ли нам нужно высоко делать лифт. Или мы можем его вот так подопустить немножечко. Даже вот так вот побольше его бы я сказала подопустить. И вот эту линию тоже опустить. Вот смотрите. Это уже моделирование в Adobe Illustrator. Вот это я его обожаю. То есть даже имея наш с вами эскизик. Уже в каком-то более-менее отрисованном виде мы можем начать его корректировать. Так, как нам бы хотелось. Еще раз. До достижения желаемой цели. Не важно, сколько это займет. Итераций. Главное, чтобы тот эффект, которого мы добиваемся, был достигнут. Ну, на мой взгляд, сейчас мы сделаем вот так. Так, смотрите, то, что я говорила. Создание копии. Ctrl-C зажимаем и возвращаю. Ctrl-Z, Z, 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 Z. Что такое Ctrl-C? Ctrl-C я увела то, что я делала, в буфер обмена. Соответственно, оно там в памяти болтается. Так, зальем-ка мы все это белым. И сделаем Ctrl-B. И посмотрим, что у нас по пропорциям лучше будет. Смотреться. Собственно, в этом вся задачка и есть. Вот это вытащим вперед. Там заливочки нету. Вот, заливочку дадим. А и, 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 и сейчас отзеркалим. Посмотрим, как смотрится. И после этого я выберу тот вариант, который мне больше нравится. Это хорошо так смотреть, потому что ну, в отзеркаленном виде лучше понятно, а как оно в итоге там себя ведет. Вот, этот такой более высокий получается, да, этот более такой низкий вариант. Наверное, я вот к этому все-таки больше склоняюсь. Давайте я пока его отставлю, не буду его стирать окончательно, пусть он там поживет. Может быть, вернусь. Есть у меня некоторые мысли по этому поводу. А здесь мы с вами сейчас все это соберем. Будет у нас едино. Здесь так и не должно быть. Вот здесь можем вот эту линию чутка приопустить. И чтобы вот здесь у нас с вами не разбалтывалось и не вываливалось того, чего не должно вываливаться, а купальники при намокании имеют иногда свойство растягиваться, мы сделаем перемычку. Все, в Багдаде все спокойно, никуда ничего не вываливается. Это важно. Соответственно, вот такая история. Вот такая. А здесь вот эту часть сейчас сеточкой сделаем. Ну да. Да, здесь вот, для того, чтобы он не казался таким прям пустым, вот так сделаем перемычку. Вот. Теперь направляющий просто поправить, потому что вот это направляющая излишняя, да, и вот здесь направляющая, которая дает вот эту вот кривизну. Это не линия как таковая, это просто направляющая, она вот лишняя. И все у нас там с вами нормально. Но он может уходить вот так, а может по факту уходить там в каком-нибудь перекрестии на спине, то есть спину тоже можно несколько дизайнов сделать, и тогда уже будет понятно, как же оно будет смотреться вот здесь, потому что, скорее всего, там сзади будет вот такая штука, которая просто будет сзади и просто будет на эскизе перекрывать нам и показывать, что там спина. На самом деле. Вот это спина. Хотя она может быть вырезана и чуть не до попы, и вообще ее как бы здесь не будет видно. То есть возможно, что там на попе вот такая вот большая дырка. Спину надо тоже отдельно прорабатывать. это отдельная такая история. У купальников, ну, вообще они как бы так двухсторонне прорабатываются. Можно нарисовать много спинок, можно нарисовать много видов спереди, потом их попробовать соединить. Да, ну, здесь еще видите, вот эта резинка, соответственно, скорее всего, по резинке он сойдется, а может быть и нет, а может быть там тоже дырка будет. Ну, в общем, купальники можно сделать очень-очень-очень-очень по-разному. И здесь надо понимать, какого эффекта вы хотите добиться. Так, тут у нас с вами будет отстрочечка. Так, сделаем ее тоненькой, чтобы она никого не раздражала. Двойную раззеркалим линия центра в шаблоне. Так, по краям. Вот здесь тоже у нас будет такие необходимые элементы, маленькие. Конечно же, потом, когда вы будете технологию прописывать, это все надо будет на техническом эскизе в описании обозначать очень подробно. А вот здесь как будто внутренние швы, да? А вот что мне еще не нравится, нужно, чтобы вот эта часть была сверху. Вот эту линию перекрывала, чтобы там никаких неровностей. Так вот, здесь я хотела сделать сеточку. Сеточка делается достаточно просто. Можно сделать разными способами. Давайте сделаем ромбики. Рисуем звездочку. треугольничек. Треугольничек. Так, вот так, иди. Собрали. Слили. Получился ромбик. И вот из таких ромбиков у нас будет известная сеточка, но сеточку я хочу сделать хитрую. смотрите. Сетка типа а-ля бифлекс. Ctrl-C, Ctrl-F. Ctrl-F это мы встали поверх. Вот. И нам нужно это все разделить и центр убрать. Вот. То есть, смотрите, у меня по факту вот эта штука. Чтоб вы поняли, о чем я говорю. Вот. Вот кусок. Вот это и будет частью моей сетки. Теперь мы это все кидаем в узоры. И если вы сейчас посмотрите, то будет не совсем то, что нам нужно. Давайте какую-нибудь фигуру нарезуем. Будет вот такая штукенция. Ну, в принципе, она вполне более чем пригодна для того, чтобы ее сюда поставить. Будет она пропорционально масштабироваться. Можно вот ее сереньким цветом. И, пожалуйста, в общем-то, вполне себе приятная штучка. Почему именно так? А вот чтобы у него там была вот эта прозрачность, чтобы все было правильно и хорошо сделано. Вот так вот. Сюда так. Опаньки. И вон она у нас на шаблон засветилась. И размер ячеек мы можем с вами, естественно, поправить. Например, вот так. А вот она стала помельче. или еще мельче. Если нужно, можно там ее по диагонали повернуть. В принципе, смотрите, хорошо быстро встала сетка как вариант. И то же самое вы можете теперь этот купальник раскрасить в цвете. Ну, его можно сделать достаточно контрастно-спортивным. В принципе, модель такая позволяет. Вот так мы его копируем. И, например, давайте сделаем контрастный такой ярко-салатовый, салатово-желтый такой оттенок. Почему-то глушится. А, ну вот, почему глушится, потому что у меня цмиг. Ну, хорошо. Потому что цмиг. Значит, более реалистично будет смотреться. Вот. Ну, бывают неончики. Так, например, здесь сделаем черным. Ну, по примеру контраста, да, это не обязательно, что вот именно так и никак, иначе оно не может быть. Ни в коем случае никогда этого не говорила. Могут быть контрастные отстрочки. На этом тоже можно сыграть. И вот сетка, она может быть вот такая серая, либо же ее можно тоже перекрасить. Вот как, кстати, покрасить таким же цветом. Мы берем этот цвет, создаем из него дополнительную цветовую группу. Вот, входим в режим перекрасить графический объект, дополнительные параметры, и вот он, вот наш сетчатый момент. Можем его вот так вот выбрать. То есть, смотрите, можно сделать серым, можно сделать черным. Выбираем тот момент, как нам больше нравится. Мне кажется, черным она смотрится лучше. Можно ее вообще никак не трогать. Вот, пожалуйста, у вас пример купальника такого спортивного, раздельно-нераздельного. Ну, конечно же, как я говорила, нужно прорисовать спинку. Ну, по крайней мере, в данном купальнике мы отработали, как делать сетку. Обратите внимание, я немножко удалила, смотрятся эскиз начал по-другому. Такие эскизы, для того, чтобы они корректно отображались, их желательно сэкспортировать, файл экспорт, либо в JPEG, либо в PNG, и уже после этого смотреть, потому что программа при просмотре, видите, здесь вообще непонятно, что это сетка, когда мы приближаем, сетка возвращается, когда мы с вами детально посмотрим, сетку будет видно. Вот, поэтому эти вещи, они, ну, как бы, это особенность программы, она так отображает. Это не потому, что вы криво нарисовали, потому что программа есть такой принцип отражения. На этом все. Вот такой купальник у нас получился. Можете сказать свое мнение, нравится вам или нет. Здесь сейчас цвет контура я дам темно-серый. Вот. и написать пожелание, что бы вы еще хотели порисовать. Не забывайте подписаться на канал. Мы постоянно рисуем эскизы, чтобы не пропустить обновления. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока.